Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Это многоголосный гармонический стиль имеющий принципиально иную природу чем певческие стили древней Руси возник под влиянием музыкального искусства Западной Европы Сегодня в церковно-певческом искусстве просто не существует единого стила пения который бы основался как всеми нами основной наша страна огромные настроения на приходе крайне разные Большой курс традиции будет жаждеть сложных массивных музыкальных полос, маленький тяготеть к изящному трех-четырех долголетиям или бременную форму пленения. Вопрос. Лев Паринский отмечал, что невозможно дать список одобренных в благослужении употреблению духовно-музыкальных произведений. Поэтому создавать единый обиход и посадить на него все храмы – очень трудная задача. Но мы пытаемся хоть немного организовать пение нашей партии в единой стилевой манере. Пение на пирсе не должно быть ни чрезмерно поспешным, ни чрезмерно растянутым. У каждого в благослужении лезть свой ритм, определяемый прежде всего его текстом. Богослуженный текст должен быть прочитан или пропит в таком темпе, чтобы с одной стороны молящийся успел вникнуть в его содержание, а с другой не отвлекался от молитвы из-за искусственных длинных нот или парус. У некоторых церковных коробки есть привычка растягивать концовки, в замедленном темпе исполнять «Аминь». Если «Аминь» длится 40 секунд, за это время молящийся успевает забыть, о чем шла речь в прошении, начинает невольно думать о чем-то своем в здании и совершенстве в благослужении. Нужно добиваться того, чтобы пение за благослужением соответствовало его содержанию. Это задача не только церковных рейдов, но и священнослужителей. Последние должны требовать от первых, чтобы пение было молитвенным, чтобы песнопения по длине соответствовали читаемым во время их манитвы. Живая связь алтаря и клироса должна постоянно быть, постоянный контакт священника с хором. Внимание к репертуару, манере его исполнения. Один из важных факторов оздоровления общей атмосферной услуги. Динамика, нюансировка, темп и все другие органические изменения, используя их в целях выразительности исполнения, должны быть умеренными, не вызывать крайних эмоциональных напряжений. Кто не знает, что такое гогика? Позже. Недопустимо на церковном клиросе бесчинные глупли, что указал еще в 6-й селенский собор. Полагаю, что на церковном клиросе допустимы такие оттенки, как пианиссимо, пиано, мецопиано, мецофорка, но недопустимы партийственные форты. Даже если эти оттенки стоят в партитуре, необязательно им следовать. В данном случае важнее верность духу богослужения, чем верность авторскому замуству. Решающее значение в определении и подражании стилей церковных песнопений служит музыкальный, вокальный слух регента, который развивается, как правило, в результате исполнения и слушания хороших образцов православных церковных песнопений и различных напевов. Самообразовывающиеся. В интернете все для этого есть. Можно прослушать песнопения, разных профессиональных хоров, посмотреть видеоролики вокалов, почитать полезные статьи, методические рекомендации и пособия. Кто плохо знает нотную грамоту, то это в интернете тоже все есть. Слово сборник и пособие все есть. Что касается звучания, качества звучания. В целом вся вокальная работа в хоре должна быть посвящена развитию из певческого слуха и голоса хориста. Необработанные пестрые голоса не сливаются в унисон, который должен составлять основу ансамбля. При неправильном звукообразовании практически невозможно добиться хорошего ансамбля, строя и свободного звучания хора. Для помощи в этом я сделала вам рашуку, а проблема голоса я вам потом могу и раздать. Кому на клашке сделать? Певец в хоре, как мы знаем, должен поступить с индивидуальной манерой звукообразования. И, соответственно, требованием дирижера присоединиться к общему звучанию хора. В другом случае, если даже певцы хора будут стараться четко артикулировать гласный и согласный, и каждый певец будет по-своему открывать рот, дырать языком, то суммарная дикция хора и суммарный тембр будут неудовлетвориться. Важно либерать те приемы и методы упражнения, которые подходили бы каждому хористу. Каждая хоровая партия и способствовали вокальному развитию всего хора, достижению в нем хорового строя и ансамбля. Для этого певцы хора должны освоить целый комплекс вокальных навыков. Главное из них следующее. Формирование звука в близкой и высокой позиции, техника округления и прикрытия звука, техника открытия рта и произношения различных гласных и согласных и их слогосочетаний, техника певческого пихания, развитие кантилена и подвижности звучания хора. Что касается интонирования мелодии. Мелодия всегда связана с ритмом, темпом и динамикой. Если хор хорошо скомплектован по составу певцов, голоса выносливы, можно петь произведение чуть шире, медленнее. Если хор слабый по силе, недостаточно неравномерно укомплектован голосами в партии, то следует брать темп чуть поживее, побыстрее. Здесь важно помнить, что каждая поспешная смена темпа может изменить характер звучания и даже исказить композиторские замыслы произведения. Тем не менее, небольшие темповые изменения в рамках основного придадут музыке живое дыхание, то есть петь немножко с движением, чтобы не засыпать и звучало красиво. При анализе метра размера и ритма следует помнить, что чем умереннее темп, тем отчетливее должны быть ритмические фигуры. Чем умереннее, тем четче вы должны держаться. Чистоту интонации лучше отрабатывать на малой или средней силой звучности. На нюансе пиано или мецепиано, так как громкое пение, уменьшается луковую чувствительность певца. Чистота интонации от этого снижается. Во-первых, хорист с ярким, сочным темпром вынужден прикушить индивидуальные качества своего мнения. Особенно если божец отличается яркостью, богатством агентона и сфумирует свой темп, темпроме права права. Всем доброго здоровья. Мне достался доклад, тема которого церковное чтение. Сразу замечу, что по теме доклада необходимо сказать, что чтение молитвословий можно вообще-то произносить как и где угодно. Но чтобы в церкви здесь есть определенный порядок. В чине богослужения православной христовой церкви чтением сопровождаются все службы. За богослужением читаются избранные места из священного писания, чаще всего псалтири, творения песнотворцев, каноны. Каноны отличаются от тропаря и кондака. Это более длинное произведение, состоящее из девяти песен. Каждая песен канона состоит из хирмаса, первая строфа и тропарей, четыре-шесть последующих строфов. В основе этих песен лежат девять песен из священного писания. Седайны, богослужебное песнопение, во время которого допускается сидеть в древней церкви за богослужениями, особенно наутренней, после псалмов, которые пелись стоя, полагались перерывы для духовных размышлений о пропетых псалмах. Во время этих размышлений сидели. Из таких размышлений возникли песнопения, именуемые седальними. Гандаки, тропарь и кондак, это небольшие молитвословия, которые содержат в себе не только саму молитву, но и краткое объяснение праздника или прославляемого святого. Поются они в тот день, когда вспоминается святой или случается праздник. Обычно тропарь и кондак составляют парное песнопение, исполняемое хором на службу. Икосы. Церковное песнопение, которое представляет собой прославление святого, иконы Божьей Матери или какого-либо события. Ипокари. Греческое внимание, послушание. Краткое, изменяемое песнопение поется или читается на воскресной утренне, перед антифонами, по вечерии, по луночнице, вместо тропарей, на праздниках, на праздничных утренних праздников Рождества Христового, Богоявления, Пасхи и других, после третьей песни канон, а также в составе пасхальных часов. Светильны. Священные песнопения поются на утренний после канона. Называются так, потому что в них большей частью содержится моление о просвещении свыше. В значительной части молитвенное обращение человека к Богу читает чтец о Святой Евангелии Ектинии, Ектиния, Эктиния, греческого Эктинис. В переводе означает распространение, протяжное моление. В богослужении название последовательности молитвенных прошений. И возгласы к ним читают священнослужители. Церковно-славянский прославление Бога и сокрушение о грехах своих через церковное чтение и молитвы, унаследованные от Древней Церкви. Как свидетельствуют Слово Божие и памятники Древней Церковной Письменности, церковное чтение предоставляет христианину обильную духовную пищу. Святой апостол Павел в послании к официанам говорит, что ему апостолу через откровение возвещена тайна спасения, а потому вы, читая, пишет он, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. Читающий да разумеет, говорит Господь в беседе о страшном суде. Евангелие от Матфея 24 глава 15 стих. Предупреждая, какой плод должен получить каждый от чтения Священного Писания. Через чтение и слушание Слова Божия последователь Христов призван постигнуть тайну домостроительства Божия о спасении рода человечества. Дорогие участники съезда, рейки Матепевчин. В нашем докладе мы попытаемся ответить на так называемые наболевшие вопросы. Начнем с того, что же такое клирес на практике. Клирес – это место, где стоит или работает церковный хор. Формируется коллектив из приглашенных музыкантов, владеющих вокалом, какими-то вокальными данными и навыками чтения свиста. Устанавливается некая оплата за службу, выход, например, условные 100 рублей. Эта цифра может быть одной из солидных столичных храмов и сильно другой для глубинки. Чем чаще музыкант выходит на службу, тем больше у него выходов и тем больше соответственно денег он заработает. Иногда девчим при храме вообще не платят. Что рождает этот феномен? Элемент ответственности. Не получаешь деньги – вольная птица. Захотел – пришел на службу. Не захотел – не пришел. Клиресы, составленные из поющих во славу Божию, не профессионалов, не стабильны. Нередки ситуации, когда на крупной службе вместо благолепного пения невразумительное кваканье. Ну вот сложилось так. Кто-то не может, у этого работа, у того ребенок заболел, и все. И даже поприкнуть особо никого не получится. Пою бесплатно, или, как говорят при церкви, во славу Божию. У регента, руководителя хора, даже зачастую рычагов влияния нет на таких людей. Монет их не накажешь. Вдобавок тех, кто работает бесплатно, вполне закономерно обидчиво. Как же? Мы столько времени бесплатно даем храму, а нам еще и замечание делают? Да как вы вообще можете так с нами обращаться? Тут еще и такой момент, как срок обучения. Любого певчего надо обучать. Долго. Очень. Чтобы вырастить классного певчего, иногда уходит несколько лет. Что взять с того, кто поет бесплатно, то есть во славу Божию? У него своя работа, своя специальность и для него клирос это хобби. Да, хорошее, да, богоугодное, но хобби. Силы, вложенные в такого человека, в любой момент могут раствориться в воздухе, не продив никаких плодов. Человек или устанет, или переходит, или столкнется с проблемами и уйдет с этой деятельности, ведь зарабатывает он в другом месте, или это молодая девушка, которая по окончании школы уедет учиться, затем выйдет замуж, и регент, который ее обучал, тратил свое время, потеряет ее или попросту подарит другому хору. Выходит, что профессиональные хоры более живучи, а вот создание и выживание профессионального хора на приходе очень сильно зависит от личности не станет. Уважаемые брегенты, перчи, которые приехали сегодня, конечно, события для нас очень незначенные, первые события, потребуем как-то повторяйте все по сайт выявить, поставить, услышать проблему и по возможности вряд ли сейчас можно решить эти проблемы, но какие-то ответные слова ответные вопрошения могут быть зафиксированы в нашей душе, в нашем мыслях и в дальнейшем можно раздумать и пытаться что-то поменять. Хотя о всех тех проблемах, которые сказал Ивлад Виктор, сказал отец Виктор, Ирина сказал, отец Виталий сказал, эти проблемы реально существуют и естественно одним махом их не решили. Вы прекрасно понимаете, что Москва строилась не сразу, да и когда мы зернышко бросаем от той же самой розочки в землю, она тоже не сразу расцветает. Все происходит очень-очень возрепенно, поэтому в каждом приходе, а каждый приход и на каждом курсе есть некий уникальный создание, будут по-своему происходить вот те некоторые изменения. Конечно же, сегодня были высказаны нескольких серьезных идеальных моделей того, каким он должен быть певчик, каким он должен быть рейген и каким он должен быть самонастоятель. И, конечно, если бы идеал оплатился, наверное, это было бы просто замечательно нам к этому делали и, естественно, другие люди и сами прихожане. Поймите такую вещь, что вот мера нашей веры это мера или уровень нашей ответственности. Тут вопрос перед кем? Перед Богом, в первую очередь. Ответственность за что? За что мы с вами делаем? За кого? И как мы эту ответственность внесем? Вот сейчас было прекрасно сказано о том, что человек должен быть на клирис человеком верующим, человеком, не играющим в телефончики, проходящим на трезвую голову, не занимающимся развиванием гаспордов. Я думаю, не знаю, у меня таких проблем, конечно, не существовало и мне вообще не понятно, как такое вообще возможно, когда поют бывают, да, когда там два хора типа антифона и другие отдыхают. Но в то же время мы должны понимать, что и таких людей так нах тоже не надо, потому что не только потому что они могут хорошо поют, а потому что все-таки иногда когда-то слово, Божье слово, слово из песнопения, слово из чего-то прочитанного, еще со словами или там триодии, актуиха, оно может попасть именно в нужное место в душе человека и всего его посадило преобразить. такое терпение, конечно, нужно иметь. Вот то, что касается, сказал отец Виталий, что ременты иногда бывают чайщи, строгие, да, там, кого-то даже некогда бьют. Отец взрослых хор, там вылетали и ноты, и плуты вылетали, потом люди вылетали, понимаете, а любовь у нас была друг к другу такая особенная, я не вычисляю, что надо так поступать, друзья, но в принципе требования, это очень серьезное требование, я понимаю, когда требуют непрофессионал, как сказать, бывают матушки непрофессионалы, но имеют такую самодостаточную крепкую волю держать хор, там еще понятно, что эти матушки не понимают, что они требуют, но тогда есть человек, который понимает, разбирается, имеет музыкальное образование, который слышит, и на эти требования допустим кто-то обижается, а бывает это все на моей практике, когда я сам ревенторал, были, не за то, что ногами топал, а когда излишнее, излишнее требовало, добивался, добивался, это знаете, вот здесь такая казнь в Китае, вроде бы ничего страшного нет, капелька налог капает, один, другой, три, четвертый, вроде бы не больно, человек с ума сходил, да, конечно, здесь нужно иметь, конечно, и деликатность, и так, со собой сторон, чтобы все-таки был определенный мир, определенный уклад на крылости, вот я хотел бы ваше внимание на самом укладе, вот сегодня отец Виктор очень много рассказал о чтении, о удалениях, о титлах, о тех букв, которые есть, я бы хотел здесь к этому вот что добавить, что те, кто поет на холе, поет по вере своей, то есть не просто как профессионал пришел и ушел, получил денежку или смысл, а поет по вере, который жаждет петь, да, и не жаждет читать, конечно же, он должен готовиться, он, конечно же, должен прочитывать текст, он должен понимать, о чем он будет вещать, не все понимают, когда мы поем, даже если мы поем очень спокойно, когда мы поем понятными словами, когда они у нас не закрываются, и все равно мы видим, эти богостовские тексты очень сложны, но сам певчий, чтобы пропеть правильно, он должен все-таки хотя бы пробежать, прочитать этот текст, хотя бы сам понять, о чем же здесь будет идти. Береги Господь на всем, на всех отношениях, на всех, и тебя великая, сугубая, просит только этот распит, тебе, Господи, и Духове твоему, даже вот Аминь, вот тут есть варианты, то есть только великий Господь. Но я это говорю не в субботе, и впоследствии, это касается только великая Господь, а то и другие, прежде чем в дорогах, начиная с пасе, то есть и с вечернего, вот на обращенном, получается, на полосите стихий, на стихо, начнется вот этот распит, исполнивый, вот будет уже вот просительный, на обращенное будет вот это просительный. Но вы, конечно, можете не обязательно что-то пить, как написано, потому что вы можете первую, вторую, первую, вторую, или одну даже. Если нет, возможно, вот это все это вспевать, распитывать, не надо, не надо. Чтобы качество было получше, спойте первую, вторую, может, все будет первую, вторую, не надо спеть. Давайте. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, господи помилуй, но с этой близкой позиции, кстати, можно и с вами. Тайна. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, от остров солнца до запад, вольное имя Господне, благослови, вольное имя Господне, благослови, от дыни и добре. Мы идем четвертями. Значит, целой длительностью открыть без звалочки, это целое. Сколько мне должно вмещаться? Четыре, 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 четыре. Вот, значит, надо досчитать. Веков. Да? Валентий Рюбинский состоялся первый в истории сейстригентов и певчих. С приветственным словом выступил наш правящий архиерей, епископ Елисей. Далее со своими докладами выступили протерии Виктора Дурасов и иерей Виталий Свиридов. Они обозначили проблемы взаимодействия настоятелей и певчих, а также проблемы церковного чтения. Дальше с докладами выступила регент Покровского кафедрального собора Свиридова Ирина. Я обозначила проблемы клеверсного послушания, такие как выбор репертуара, стиля, а также качество звучания церковных хоров, церковных певчих. Далее мы благодарили всех участников съезда, вручив грамоты. Каждому вручали открытку. Потом у нас состоялась трапеза, и на второй части нашего съезда мы пели. Мы пели песнопения Великого Поста и архиерейской службы, а также несколько гласов. На них мы отрабатывали качество звучания, интонирования, отрабатывали дикционный ансамбль, ритмический ансамбль. Регенты были рады этому съезду, мне кажется, потому что он прошел в очень дружественной обстановке. Все делились своими проблемами, своим опытом, а самое главное, мы совместно пели. Продолжение следует...